Привет друзья! У вас в кадре Борн Прити, значит у нас будет обзор на Борн Прити. Эту торговую марку вы уже наверное многие знаете, потому что наверняка уже что-нибудь покупали. В этот раз у меня красочки, но что-то пошло не так. И китайчик перепутал. Я вам уже показывала вот эти три краски. Видите, у них даже этикетки в разные стороны. Вот эти три штуки я заказывала первыми для того, чтобы их протестировать. Видно, что они уже изрядно протестированы. Это белый, черный и красный. И мне захотелось еще проверить другие цвета, например синий, фиолетовый. У них там в наборе достаточно много цветов. Но китайчик снова прислал мне черную, белую, красную. Ну а здесь розовая, желтая, ну как бы золотая и серая, как бы серебряная. Я рисую вот такие вот акварельные цветочки. Вот такие, вот такие. И мне хотелось попробовать эту краску вот именно на акварельных цветочках. Красная кстати подходит, но все остальные мне попробовать не удалось. Потому что, потому я заказала вот такую пластиночку. Она мне показалась интересной. И это пластиночка Х-33. Здесь есть всякие мороженки, всякие коктейльчики. Ну в принципе имеет место быть. Но как бы, знаете, я и сама могу очень такое нарисовать. Вот такое, так что если кому-то лень рисовать, надо побыстренько можно. Вот это вот очень классное мороженое. Вот это классное мороженое. В общем-то, так что, такая пластиночка пусть будет. Я думаю, что пригодится. Я тоже не всегда люблю, когда меня торопят рисовать. Быстренько могу нашлепать и отпустить клиентам. Ладно, пусть будет, запомнили, БПХ-33. Вот такой красивый, радужный. Вот такой вот единорожный. Он сквозной. То есть дырка здесь насквозь. И это какой-то сплав. Ну, может это даже металл. Сейчас проверим. Магнитик взяла. Да, металл. Металлический. Прям не сильно здесь много металла, но металл есть. Видите? Притягивается. Короче, металлический. Смысл в том, что металлический он чуть-чуть потяжелее. Поэтому под собственным весом очень удобно работать таким штампиком. Что у него? Подушечка. Подушечка, как вы видите, липкая. Все на нее налипло уже. Мягкая. Так, как бы знаете, у каждого свое понятие мягкости и липкости. Вот она средняя мягкости и средней липкости. Но эта подушка уже мною испытана очень-очень хорошо всеми материалами, всеми пластинками. И она работает. Она мне понравилась, эта подушечка. И, в принципе, штампик понравился тем, что вот он именно вот такой по своей тяжестью, под своим весом. Не надо нажимать просто легкими либо перекатами, либо какими-то другими мягкими движениями. Это хоп, и все, и вы отпечатали, все видно, куда, чего вы пристраиваете. Про красочки я вам уже все сказала. Ну, давайте повторюсь. Для тех, кто впервые на моем канале, это краски для стемпинга. Но я ими рисую, потому что они очень пигментированы, очень быстро высыхают. В лампах 48 ватт, прям-таки очень-очень, если лампа хорошая, как бы вроде как 8 миллилитров, ну, нормально, да, вот как бы нормально. Но все равно мне для стемпинга как-то жалковато, потому что ими рисовать очень прикольно. Они такой определенной консистенции, хорошей, хорошей консистенции, правильной. И рисовать тонкие линии очень удобно. Давайте я нанесу на палитру, каждый цвет вам покажу. Очень тонко рисуют, особенно кисти, если хорошую подобрать. Не подскакивает капля. В общем-то, вот для прорисовок, для тонких, очень вам рекомендую именно эту краску. Но белую, черную точно, вот красную, да. Все остальное теперь не знаю. Давайте внизу покажу вам, какая капелька. Вот смотрите, она краской эта, не густая и не жидкая. То есть она не паста. Нормальной, нормальной консистенции, нормальной. Носиком очень удобно, конечно, сразу наносить на пластинку, за счет того, что в тюбиках не слышно, воняют они, не воняют, вроде как не воняют. Вот белая, вот смотрите, какой правильной консистенции. Ниточками не тянется. Я не люблю, когда краска тянется хвостами. И этой краской рисовать труднее. Видите, вот она. Как будто плотный пигментированный гель-лак. Чуть-чуть погуще гель-лака, буквально на чуток. Красный. Так, там номер был 12 и 13. Черный 12, белый 13. Этот у нас 14 почти по порядку. Красный, прекрасный. Плотный, пигментированный. Эти я вам уже раньше показывала. Даже мы с ними что-то делали. А вот эти новенькие. И они мне не очень понравились, если честно говоря. Очень, очень даже не понравились. Так, что это? Это 0,9. Это 0,9. Розовенький, розовенький такой. Розовенький, прирозовенький цвет. Для френчика подойдет только, имейте ввиду, хорошенечко торца закрепляем. Ноготочки смоделированы правильной конструкцией. Тогда френчик не обдерется, не облупится. И два противоречивых цвета. Как бы серебряный и золотой. Золотой у нас номер 10. Ну, как бы сказать, что он золотой, но он совсем не золотой. Знаете, как... Ну, не золотой он, прямо-таки, скажем. Совсем не золотой. Какой-то темное, грязное золото. Если это называть золотым, то это темное, грязное золото. И такой же, точно, серебряный. Такой какой-то разбавлено белый, белосерый какой-то такой. Вот, видите, достаточно они такой жидкой, разжиженной консистенции. Так что даже вот белый немножечко растекся. Особенно сейчас, когда тепло растекается. Потому что вот такой средней разжиженной консистенции пастой не назовешь. Но, тем не менее, очень удобно рисовать этими красками. Но сейчас покажу вам, как на подушечку переносится. Что-нибудь сейчас отпечатаем. Пластинку вот эту возьму. Она более такая показательная. Это геометрия номер L020. Тоже от Бомб 3. Просто у меня другой нет под рукой. С пироженками не хочу. Не хочу с пироженками. Не хочу, не буду. Не хочу. Так, что мне надо? Мне надо что-нибудь подстелить, потому что я сейчас все увозюкаю. Мне совсем неудобно стемпинг показывать на этом столе. Потому что мне здесь вытяжка мешает. Скребок, по-моему, не шел со штампиком. Поэтому беру свой старенький, замызганный. Носиком очень удобно наносить. Красками очень хорошо работать, потому что можно вообще не спешить. Вот я смотрю, где краска плохо забилась. Я аккуратненько все забиваю, пока все будет как надо. С пластинки забираю перекатом, не нажимая. Вот так отпечаталось. Теперь в лампу на несколько секунд, для того, чтобы прихватить. Не хватило рисунка, потому что типс не маленький. Вот так отпечаталось. Все, мне кажется, нормально отпечаталось. А какой еще? Давайте серебряный. Вот здесь попробуем серебряный. Где? Где попробуем серебряный? Здесь. Здесь. Серебряный. Ну, как бы не серебряный, а серый, да, скажем больше так. Так, серый-то не очень сильно заметен. Ну, надо на каком-то, наверное, черном, такой вот получается. Ну, нормально отпечатывается. До суши в лампе. Это золотой. Вот он как на подушечке. И вот он же на типсике. Ничего так нормально. Даже ничего так симпатично смотрится. Отправлю в лампу. Возьму розовенький. Попробую розовенький. Ой, она же на два рисунка хватила. Такая нежадная, она же куда хватила. Достала. Так, какой теперь мне выбрать? Вот этот я выберу. Оп. Норм. Да хорошо. Даже буковки, смотрите, как классно видно. А сюда какая-то муха попала. Зачем она нам здесь? Уходи. Все. Никого больше нет. Вот так красиво. А вот каждое пятнышко можно разукрасить. О, у меня уже есть идея к этому дизайну. Смотрите, здесь можно каждое пятнышко разукрасить. И добавить, например, даже кошачий глаз. Или еще что-нибудь. О, точно. Круто. Красный. Красный я вам уже показывала. Ладно, покажу еще разок. О, какой цвет огонь. О, огнище. Все отпечаталось, что надо, что не надо. Вот так я отпечатала. Ну, как всегда. Типсик оказался большеватый для таких картинок. Отправлю в лампу. Здесь вот возьму, чтобы было поудобнее снимать. Да, если у вас под пластинкой что-нибудь там лежит. Или мягкая салфетка. Или вытяжка, как у меня. То, конечно, конечно, очень неудобно. И гарантия того, что получится, небольшая. Так, черный, вот он. Кажется, все детальки отпечатались. Абсолютно все. Для чего я прихватываю в лампе несколько секунд. Для того, чтобы рисунок не расплывался по поверхности. Ну, так как и было, как было на подушечке, так и отпечаталось. Четкие линии. Одинаковые все. Классные. Теперь отправлю в лампу. Подушечку я не бафила, как вы видите. И краска нигде не текла. Нигде не собиралась. Вот такое у меня сегодня получилось для вас быстрое тестирование краски для стемпинга. Черная, красная, белая, розовая, золотая и серебряная. И какая еще, не знаю, короче говоря. Вы видели все. Штампик вот такой прикольный, очень хороший. Если мне получится протестировать еще другие цвета этой торговой марки, я, конечно, это сделаю. Осталось типсики перекрыть финишем. Не знаю, буду я это делать или нет. Возможно, да, пластиночка вот такая. Пока я ее не открывала. Но время придет. Я, конечно же, ее открою. И ссылочка в описании на эту красочку обязательно будет. Заглядывайте. А мы с вами увидимся очень скоро в новых видео. С вами была Светлана Соковова. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok